В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Неизвестные герои, практически в каждой семье есть участник Великой Отечественной войны, труженик тыла, ковавший победу. Рассказать об этих малоизвестных победителях, героях и тем самым увековечить память о них, такую миссию взял на себя глава Заполярного района Виктор Ильин. Над проектом он работает не первый год. Здравствуйте, Виктор Николаевич! Добрый вечер, Ольга! Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, об этом проекте, кто вместе с вами трудится, что вы делаете? Ну, давайте начнем сначала. Этот проект, действительно, он идет уже не первый год. Начало его было заложено в 2018 году. Тогда, волею судеб, я оказался в Харуте, и мы встречались с ветеранами. Когда попили чай, вышли в фойе, увидели стенд, где были фотографии земляков, участников Великой Отечественной войны, я обратил внимание на одного краснофлотца, которого была неизвестна мне медаль. И, таким образом, мне стало интересно, я узнал, что это за медаль. Вот, это оказалась медаль Ушакова. И я стал заниматься исследованием, откуда на груди у краснофлотца данная медаль. Оказалось, что он получил эту медаль 9 мая 1945 года, когда блокировали южные порты в Балтийском море. И вот тогда он захватили боржу, и он первым вступил на борт, чтобы разрушить команду. Вот за этот подвиг, за то, что он, не считаясь с опасностью, это сделал, он получил медаль Ушакова. Именно 9 мая 1945 года. И после этого я приехал, когда в Наринмар, у нас была встреча с губернатором, в то время Александром Витальевичем Цибульским. И я ему об этом рассказал. Он говорит, это очень важно, тем более, что в преддверии юбилея победы, говорит, Виктор Николаевич, займитесь этим вопросом. Ну, одному такую ножку не потянуть, естественно, нужна команда. И мы тогда собрались в партии «Единая Россия» обсудить вот эту тему. И приняли решение, что у нас будет проект, который будет называться «Партийный проект», который будет называться «Подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны». Вот так родился этот проект. Кто в нем участвует? Ну, по большому счету, практически все население Ненецко-автономного округа, потому что оно дает нам информацию, дает нам запросы, дает нам возможность искать тех или иных участников Великой Отечественной войны. Ведь они, волею судеб, так оказалось, что их много, очень много. Когда мы стали заниматься, мы поняли, что вот эта вся информация, которая у нас есть, нам ее необходимо систематизировать. Как? И вот тут обратились к Вячеславу Кузьмичу Карипанову. И он уже со своей мудростью нам сказал, ребята, отработайте одну книгу, книга памяти Ненецко-автономного округа. Вот начните с тех, кто не вернулся с войны. Там все есть. И вот мы таким образом стали исследовать всю эту книгу на предмет награждения наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Так вот проект и пошел. Виктор Николаевич, а почему вообще вы заинтересовались медалью? То есть вот, ну, большинство же пройдет и не заметит. Почему вот такой интерес к военным? Ну, я сам человек военный, вот, полковник в Оттавке. И я в детстве, у меня оба деда, участники Великой Отечественной войны, я очень много вот посвящал времени изучению и вопросам, задавал дедам вопросы, да, а почему, а как, а вот за что вот этот орден, а вот этот, а за что вот эта медаль. И мне это было интересно. В ходе уже учебы в высших учебных заведениях Министерства обороны, естественно, я тоже проявлял интерес вот к таким вещам историческим, к наградам. И вот эта медаль Ушикова, ну, вот, мне столкнулась, я с ней столкнулся впервые. Поэтому, наверное, вот и заинтересовался. И, слава богу, что это произошло, потому что толчок, который был дан, и ведь это, в Харуте же мы нашли, мы зашли на сайт «Подвиг народа», который есть в Министерстве обороны, и тут же нашли, вот, за что этот подвиг был совершен. И я хочу сказать огромное спасибо Валентине Сергеевне Хатанзейской, которая подвигла меня к тому, чтобы эту исследовательскую работу, в том числе, и начинать. Она мне перед отъездом сказала, Виктор Николаевич, а теперь вот вы нашли одного, а теперь найдите награды всех наших земляков с Харуты, которые были участниками войны, которые награждены. Вот. Ну, я эту задачу выполнил, все наградные листы, такую приличную папку я им отвез в музей. Виктор Николаевич, сколько уже обработано материалов, если, ну, если ведется вообще счет какой-то, сколько уже сделано вами открытий? Ну, вот, мы прошли всю книгу памяти от буквы «А» фамилии до буквы «Я». Мы нашли 297, вот на тот момент, когда ее отработали, участников Великой Отечественной войны, которые были награждены. Многие были награждены посмертно, многие были награждены уже после того, как погибли. Вот. И 297 — это было начало. А потом, как снежный ком, все нарастал, нарастал, нарастал. И более того, ну, стали открываться очень такие яркие моменты вот в этой поисковой работе. А что в итоге вы хотите получить? Что должно, во что вылиться вся эта работа ваша? Вот. Вот. Когда мы отработали и получили вот этот огромный пласт, огромный объем материала, который, ну, до сегодняшнего времени практически не был изучен, естественно, появилась потребность об этом рассказать. Потому что те подвиги, которые были совершены нашими земляками, слушайте, ну, вот иногда мурашки по коже, когда читаешь, думаешь, неужели это могли наши люди сделать, наши деды, неужели они могли этот подвиг совершить, тот или иной? И, естественно, возникла потребность освещения. Вот. И мы с газетой Нарьяна Вендер, с Торцевой, с ее главным редактором, вот, мы стали отрабатывать непосредственно уже на страницах газеты. Газета стала неким информационным партнером в освещении наших подвигов, наших земляков. А где еще публикуетесь, вот кроме Нарьяна Вендер? Кроме этого, публикации у нас в Заполярном Вестнике Плюс несколько прошло, и в Медведе Заполярье. Эти публикации есть. И, вы знаете, я хочу сказать, что ведь самая первая публикация, которая у нас была, вот, она была посвящена подвигу, который был совершен в первые дни Великой Отечественной войны. Это младший, вот я даже взял наградной лист, Новоселов Николай Иванович, младший лейтенант, командир телеграфно-кабельного взвода. Что он совершил? Наши части отодвигались от границ, да, с боями проходили. И его взвод обеспечивал связью. И так оказалось, что они были окружены. И вот, чтобы не сдаться в плен, командир взвода последним выстрелом окончил с собой. За этот подвиг он был представлен к ордену боевого красного знамени, но награжден орденом красной звезды. И я этот подвиг прописал, потому что он был первый, он был совершен в начале июля 41-го года. Тогда даже не награждали это, по большому счету, никого. И когда вышла эта публикация, так оказалось, что мне сказали, Виктор Николаевич, это не наш Новоселов. Я говорю, как? Все сходится. Оказалось, там не сходится год призыва. Вообще уникальная ситуация. Смысл в чем? Два было Новоселовых, младших лейтенантов, связистов, 15-го года рождения, воевавших на одном участке фронта. Их было двое. Полностью совпадает. И вот тут у меня, конечно, думаю, может быть. И тогда я стал искать друзей, которые мне бы помогли. Есть у меня на самом деле друзья в Подольском архиве. Они сказали, Вить, мы поможем, если что-то найдем. Но нашего не нашли. Я говорю, слушай, может на второго Новоселова что-то найдете? И они мне присылают документы. Оказывается, что второй Новоселов, полный тезка Николая Ивановича, младший лейтенант, был 22 июня 41-го года пленен. Он остался в живых и в мае 45-го года был освобожден. Вернулся домой, был восстановлен в звании и работал, служил. То есть остается только один, наш Николай Иванович. У него, кстати, на тот момент, я сейчас не связывался, не могу сказать, был жив сын. И награда орден Красной Звезды не был вручен. Мы тоже это с военкоматом отработали, получили вот такие документы. Поэтому надеюсь, что когда-то эта награда будет передана семье. Виктор Николаевич, а как сложно находить вот этих героев, как сложно находить информацию у них? Сколько у вас это времени занимает? Вообще, как вы находите время на вот эту работу? Время, ну, когда изучаешь эти документы, наверное, время как-то растворяется. Вот, ну, в основном, конечно, это по ночам, вечерами. В то время, в выходные дни, когда можно поискать в документах. Работа непростая, я скажу. Но, слава Богу, что у нас есть друзья. Вот. И самое главное, что у нас есть те жители, которые подкидывают задачки. И ведь, когда пошли публикации, на них было очень много откликов. Люди читали и писали, и звонили, и передавали. Виктор Николаевич, найдите одного, второго, третьего. Вот мы хотели узнать, вот где награда. Мы стали искать, стали находить. И, слушайте, у нас вообще был такой случай. Звонит мне женщина. Чувствую в возрасте, да, по разговору. Виктор Николаевич? Да, Виктор Николаевич. Так, Виктор Николаевич, вот вам задача. Вот, вам надо найти, значит, Сокольникова, Георгия Алексеевича. Я говорю, ну, я понял, найду Сокольникова. Где его? Кто? Кто звонит? Вы меня поняли? Я говорю, ну, понял. Раз, трубку положили. Ну, задача получена, нужно искать. Вот, нашел место захоронения Сокольникова, вот, Жоры, как его близкие называли. Он был старшим лейтенантом и командиром тяжелого танка. Погиб под Ростовом. И, когда я нашел эту информацию, захотелось, ну, поделиться, потому что, вот, я звоню по этому же номеру. Вот, мне никто, трубку, меня трубку никто не берет. Раз звоню, второй раз звоню, третий. Думаю, ну, ладно. Все, забыл уже это, думаю, ну, вот, не срастается. Проходит время, там, я уже не помню, там, две недели, может быть, да, раздается звонок. Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, да, вы обещали найти это самое место захоронения. Кому? Какое место захоронения? Что должен найти? Ничего не понимаю. Я говорю, я вот теряюсь в догадках, а кого я должен найти? Чье захоронение? Потому что, может быть, здесь где-то. Вот. Мне говорят, а вот вам звонили. Я говорю, ну, да. Начинаю отматывать назад, да. Так я говорю, нашел, просто я связаться. А вот я, это самое, Вера Ивановна, невестка. А вам звонила Лидия Федосина Исакова. Я говорю, ну, все, я нашел, я готов. Она говорит, ну, приезжайте. Я собираю все документы, приглашаю Егорова Ивана Сергеевича. И мы поехали в гости. Это на Ринмаре или куда-то? На Ринмаре, в Искатинах. Приезжаем, встречает нас эта самая вот Лидия Федосина. Ей 90 лет. И она приглашает нас, проходим на кухню, начинаем разговаривать. Мы говорим, вот вы мне звонили. Она говорит, а, ты Ильин? Я говорю, да, ну вот, да. И приносит фотографию брата, 41-й год. Начало 41-го подписано. И она рассказывает про него, что вот Жора, он был участником финской компании, потом закончил курсы младших командиров, приезжал на Ринмар, все девчонки по нем сохли. На фотографии красавец, все там. И она вот с таким, это сам, воодушевлением все рассказывает. Я понимаю, что нужно рассказать, что мы нашли. Я говорю, Лидия Федосина, ну знаете, вы мне ставили задачу. Вот мы ее выполнили, и мы нашли, где похоронен ваш брат. И стало плохо. Мы стали переживать. Она говорит, все, я успокоилась. И когда мы рассказали, вот у нее взгляд был, знаете, вот той девчонки Лиды, которая вот сидела вот все. То есть она была с братом, вот она была в том времени. И в конце, когда уже расставались, она сказала, ну мне-то уже не побывать на могилке, но вот внуки, дети обязательно туда съездят. Поэтому вот такие минуты, ты понимаешь, что вот все часы, которые ты провел в поисках чего-то, да, какого-то эпизода, они вот все, вот это основное. Именно переживания и возвращение надежды для жителей. А самое сложное, какой самый сложный был поиск для вас? Что сложнее всего на сегодняшний момент удалось, кого сложнее всего было искать? Ну, их, наверное, не один. Ну, вот один из поисков был связан с братьями Федотовыми. Это оказалось у нас в округе, ну, их большая семья. Я потом уже это самое узнал. Три брата, которые ушли на войну, на фронт. И все три, они были, мать получила на всех троих похоронки. В ходе изучения материалов я понял, что все трое, все три брата награждены орденом солдатской славы третьей степени. И вот потом, когда мы уже общались с родственниками, они стали рассказывать о том, что вот мать-то похоронки получила, а потом 46-й год, они не писали. 46-й открывается дверь, заходит старший сын Георгий. Да, он все молодой, красивый, с орденах, медалях. Все, мать, конечно, рада. Проходит еще год. Возвращается средний сын. С молодой женой, с Киева уже, это самое, думаю, что уже офицер, потому что он дальше продолжил военную службу. Тоже матери счастья. Только младшего третьего она не отмолила, он действительно погиб. То есть вот у нас на сегодняшний день есть семья, в которой три сына, все три награждены орденом солдатской славы. Я не знаю, где у нас в России еще есть такая семья, может быть, она и есть. Но вот у нас же есть точно. Причем вот мы одного нашли документы по вот этому совершенному им подвигу. И другой момент, тоже очень сложная была история поиска, это с корреспондентом. Он был военный корреспондент, работал на фронте, Смирнов. Там очень такая запутанная история, потому что он призывался с Ненецкого автономного округа. И мы не знали, где он работает. Я его искал в газете Нарьянов, в Индер, мне сказали нет, подняли все там документы, такого нет. У нас были районные газеты, мне сказали, может быть, он был в районной газете. Ну, я опубликовал материал, проходит время, мне приходит письмо электронное. Виктор Николаевич, мы его ищем, оказывается, вы тоже в поиске, я вам там звонила в военкомат. Еще это с Алтайского края звонила женщина, которая искала все документы на земляка. Вот он был таким. И, а так как он офицер, она говорит, помогите мне найти про него еще хоть что-нибудь. Ну, естественно, я обращаюсь к друзьям в Подольский архив, говорю, ребят, можем? Они говорят, ну, можем. Нашли. И оказалось, что он действительно жил у нас в округе, у него была семья, он жил в Нижней Пёше. Он был корреспондентом Итертас. То есть вот этот эпизод, он тоже, он столько... А почему его в Алтайском крае тоже искали? Он каким-то образом там тоже был зарегистрирован? Не понял. В Алтайском крае же его искали? Да. А почему его там тоже искали? А потому что он там начинал свою работу. А потом сюда приехал? Потом ушел на Финскую. С Финской он попал к нам, и после этого он уже от нас был призван на фронт и воевал в Отечественную войну. Он тоже погиб, и вот характеристику мы вытащили. У него здесь семья была, вот, жена, двое детей. И вот это все, переписка эта. На самом деле это все есть, я все это прописал. Сейчас просто уже много времени прошло. Ну, считайте, больше полутора лет. И, конечно, какие-то вещи имеют свойство забываться. Но вот эти эпизоды, связанные вот с этими людьми, они для меня были, ну, и очень интересными, и очень сложными. Потому что они имели несколько этапов своего развития. И, конечно, когда вот получаешь какой-то результат, да, появляется еще энергия, всем рассказываешь, все опять начинают это самое «давай-давай-давай». И идем дальше в поисковую. А как родственники реагируют? Охотно они помогают или, наоборот, там, закрываются? Как это происходит? Слушайте, вот в последнее время я хочу сказать, что родственники всегда сначала просят найти, а потом активно включаются с тем, чтобы об этом рассказать. Потому что, ведь, многих эпизодов мы не знаем. А когда обращаются родственники, ты начинаешь копать глубже, где-то находишь документы, где-то не находишь, где-то обращаешься к коллегам. Потому что вот с Юрием Викторовичем Каневым очень часто и по братьям Федотовым, вот мы как раз с ним отрабатывали, он мне подсказывал про сына, он мне подсказывал, где найти, каким образом выйти. Потом мы действительно с родственниками отрабатывали, и оказывалось, что кого мы считали в списках погибших, они не погибли. Да, там он служил и в Киевском военном округе. И много таких эпизодов. И, конечно, вот это обращение граждан, они помогали. Но я приношу искренние извинения, если я кому-то, кто ко мне обращался, обращений очень много, не смог найти их родственников, места их захоронений. Потому что, ну, может быть, еще не все документы опубликованы. Придет время, опубликую, и тогда будет более полная информация. Пока нет, потому что даже иногда смотришь, ты уже материал написал, а к этой награде еще одна награда появилась. То есть и такое есть. Поэтому вот участвуют все активно. И спасибо им большое за то, что они помнят, поддерживают вот эти вообще отношения семейные. Потому что кто-то просит за дядю, кто-то просит за... найти там уже деда. Находим, помогаем, стараемся решить. Чья судьба вот из тех героев, информацию о ком вы находили, чья судьба вас больше всего поразила? Есть такие? Есть. Есть на самом деле. Вот судьба, наверное, ну, я уже говорил, да, про то, что, про Новоселова, да, судьба первые дни войны, как вот он выполнил свой воинский долг, оказавшись в окружении. Вторая такая судьба, это я вот даже взял наградной лист, это Кулаков Петр Алексеевич. Он не уроженец нашего округа, но призван был от нас. Его представили в правительственной награде Герой Советского Союза. Впоследствии его хотели предстоять к ордену Ленина, но в последующем вручили посмертно орден Боевого Красного Знамени. И вы знаете, он совершил какой подвиг? Он был корректировщиком огня. А это те люди, которых немцы выбивали в первую очередь, потому что они давали целеполагание для наших артиллерийских частей, наших дивизионов. И вот он занимался вот этим. И в одно время, в 1942 году, значит, с тем, чтобы он корректировал, был в первом эшелоне, корректировал огонь наших батарей. И для того, чтобы лучше видеть немца, он выдвинулся со своими подчиненными вперед. Все четко отрабатывали, но немцы это обнаружили. И они стали его окружать. И вот в какой-то момент он остался уже один, и он вызвал огонь на себя. Всех наших батарей. Помните, было такое стихотворение? И вот он вызвал огонь. Но меня здесь поразили посмертные его слова. Сейчас я их ищу. Посмертные его слова. Снаряды падают в гущу фашистов. Дайте больше огня. Атака была отбита на склоне высоты. Противник оставил до 200 трупов фашистов. Он при этом погиб. То есть тоже подвиг самопожертвования, который совершил человек. Ну, несложно это поставить себя на его место. Смог ли я бы так. И, конечно, вот это действительно подвиг. И присваивали раньше героя Советского Союза. Но, видимо, в том приказе, кстати, я вот его посмотрел, это была самая высокая награда. Орден Боевого Красного Знамени. Выше никого в том приказе не награждали. Это, может быть, это связано и с ним. И еще хочу, вот, Гурьев Николай Иванович, сержант. Но это вообще уникальный случай. Я таких, знаете, из истории боевиков, каких-то американских, они все отдыхают по сравнению с этим сержантом. Он был командиром пулеметного расчета. И они отражали, захватили высоту. Немцы стали атаковать, и он своего пулемета где-то порядка 100 немцев на склоне в этой высоте положил. Немцы не успокоились, пошли в ночную атаку на него. Он в ночной атаке, в контратаке немцев, получил ранение в руку в левую, но не ушел. Немцев они отбили, а немцы оказались в соседней траншее. Ну, что они немцы делают в траншее? Они начинают активничать. Он бросает несколько гранат, 12 немцев уложил. Немцы начинают забрасывать его гранатами. Он перехватывает, они секунд там побольше, да, там до 7 секунд. Он перехватывает их гранаты и кидает им обратно. 15 немецких гранат он перехватил и бросил обратно немцам. Закончились свои гранаты. Он берет трофейное, потому что это была немецкая траншея, зубами зажимает колпачок, откручивает его, зубами дергает веревку, и гранаты немецкие полетели туда, к ним. Они отбили эту высоту, он был ранен, отказался эвакуироваться, и так получилось, что через несколько дней он был убит осколком снаряда. Вот такой яркий эпизод. Вот если бы этого наградного листа не было, то мы бы об этом и не узнали, об этом подвиге. Представляете, а сколько таких неизвестных было, о которых мы не знаем, но они эти подвиги совершили. Конечно, тут наша святая обязанность, наш долг об этих подвигах рассказывать. Виктор Николаевич, когда закончится этот проект? Закончится ли он вообще? И вот я знаю, что скоро должна быть и книга. Ну, проект на самом деле, его можно разбить на несколько этапов. Вот один проект, очень бы хотелось, чтобы он закончился. Я вот взял вот книгу, это Мясникова и Надежда Тимофеевна. Это книга памяти и славы муниципального образования Каинский сельский совет. Вот здесь рассказано о всех земляках, которые принимали участие в Городу Великой Отечественной, вернулись в войны, не вернулись в войны, их наградные документы. Здесь труженики тыла рассказывают. Вот хочется, чтобы в каждом муниципалитете была такая книга памяти. А мы им, конечно, со сбором материалов, с обработкой всем этим поможем. Это вот одно. А то, что вообще закончится этот проект, я думаю, что если будут заинтересованные жители, которые будут это исследовать, он не закончится никогда. Потому что вот чем больше ты начинаешь узнавать, тем больше ты вникаешь, тем больше материалов у тебя выходит. А если ты еще начинаешь описывать, то это вообще отдельная история. Ну а про книгу, просто мне в одно время, опять же, Вячеслав Кузьмич сказал, слушай, хватит уже это самое, ты когда все обобщишь? Ну вот, сел, обобщил, книга сейчас, печать 15 ноября, она подписана, когда-нибудь, ну, должна выйти, наверное, в конце ноября. Вот, если будет, обязательно, туда вошли все мои очерки, вот, которые были опубликованы в равных средствах массовой информации. Поэтому, надеюсь, меня уже про нее спрашивают, и готовы ее, это самое, приобрести. Я в каждой муниципалитете обязательно раздам. Виктор Николаевич, время подходит к концу, но мы вас ждем у нас в студии с вашей книгой, чтобы вы нам рассказали, потому что это очень интересно. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам. А я напоминаю вам, что в гостях у нас был глава Заполярного района Виктор Ильин, и речь шла о проекте «Подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны». До встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин